Предприятия, которые имеют землю в безвозмездном пользовании еще с советских времен, должны до 1 января 2012 года переоформить документы. Землю необходимо взять в собственности или в аренду. Однако исполнять требования закона юридические лица не спешат. Основная проблема, которая стоит, это нежелание юридических лиц, несмотря на получение уведомления о сроках переоформления права постоянного бессрочного пользования, переоформить свои земельные участки, так как земельный налог ниже арендной платы за землю. Часто руководители откладывают переоформление документов на второе полугодие. Проблема заключается еще и в том, что многие предприятия давно ликвидированы. Собственника нет и поступлений в бюджет тоже. На бесхозных землях остаются разрушенные здания. Как пример губернатор привел территорию завода ЖБИ. Почему в таком состоянии имущество? Кому оно принадлежит? Вот оно. Вот, спускаетесь. Чуть 100 метров проехали справа. Я просил разобраться, что это за конторы, которые что-то там на задах строят уже, типа современного. А здесь вот свалку, помойку, железобетонную устроили. В течение года властям нужно определить владельцев почти 800 участков. Если хозяин не найдется, право пользования перейдет муниципалитетам. Тогда власти смогут передать землю другим предпринимателям. В городах под строительство новых объектов. В районах под выращивание сельхозпродукции. Губернатор поставил задачу определить законных владельцев земельных участков до конца года.